Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в окружении такой вот фантастической природы на берегу фьорда, одного из самых глубоких и известных фьордов Норвегии, а именно Согану Фьювана, либо Согану Фьюван, именно в этом регионе. Сейчас я нахожусь и сейчас просто дивное утро, наверное где-то 7 часов утра, а не позже. Я уже как час в ногах гуляю по туристическому городку, либо деревеньке. И наслаждаюсь просто этим моментом, решила снять видео на тему бытовые особенности Норвегии. Потому что, как бы то ни было, мы отличаемся от норвежцев, у нас абсолютно другие привычки. Изначально мы были выращены совсем в других условиях, это конечно же накладывает отпечаток и можно ассимилироваться сколько угодно, но все-таки вы не можете из себя искренить то, что было вами вложено вашей семьей и окружением. Так в чем же нюанс? Что мне лично, бросилось в глаза именно в Норвегии? Возможно те, кто проживает в Норвегии со мной не согласятся, потому что у всех свои, у всех свое окружение, у всех разные регионы, везде возможно привычки немножко различаются, но все-таки какие бытовые особенности я заметила. Первая особенность это то, что в Норвегии не справляют кровати, то есть это здесь редкость. Я это наблюдала очень часто, когда я уже спросила, почему? Было сказано, надо же проветривать. Я понимаю, что проветривать надо, но считается, что лучше всего заправлять кровать через десять минут после того, как вы проснулись и из нее вылезли, но все равно ее заправлять по идее надо. Но в Норвегии считают, а и зачем? И часто, конечно же, спальник может быть на фоне этой незаправленной кровати, полнейший апокалипсис, одежда является везде, где только можно, все навалено и перевалено, но такие вот нюансы. Есть, конечно же, те, которые кровать заправляют, у которых все развешено по вешалкам, все программировано, есть такие, но редкость, я бы сказала. Следующий пункт это то, что здесь не экономят электричество. Как бы это ни звучало парадоксально, но вот, например, у нас это обычное дело выключать с собой везде свет. Здесь нет. То есть, когда уже спросила, почему вы не выключаете свет после себя в туалете, почему в туалете горит свет постоянно, мне было сказано, что это, наоборот, тоже экономия своеобразная, что вот если ты будешь постоянно включать-выключать, то еще больше потратишь электричество. Ну, не знаю, чем это обусловлено, но вот, вот так вот. Есть, конечно, экономные, но вот часто встречаются те, которые вообще не выключают свет. Ну и вообще часто, кстати, очень часто бывают, очень часто в Норвегии, на виду, жгут именно свечи. Это просто повальное увлечение в Скандинавии, части хюги, так называемого, когда вот именно идет всемирная или всенародная любовь к живому свету, то есть к свечам. У всех разнообразные светильники, есть модные светильники, которые должны быть у всех, есть разнообразные светильники. Смотрите, какой это тролль. Боже мой, прелесть, прелесть. Вот, это я отвлеклась от темы, да? Ну, ладно, бывает. То есть любят живой свет. Следующая бытовая особенность норвежцев, это то, что, конечно же, они очень любят сушильные шкафы. То есть у них обычно всегда есть и стиральная машина, и сушильный шкаф, сушилка. Часто даже покупают и комбинированные, хотя не рекомендуется. Хотя, мы здесь видим, да, пример, что есть и такие розетки для сушки белья на улице. Бывают как сани раскладные такие сушилки, так вот именно и розетки, которые устанавливаются в землю. То есть могут сушить и так, если это позволяет площадь. Но, конечно же, если вы проживаете в квартире, никто так вот развешивать белье, как в той же самой талии, в окнах, на балконах здесь не будет. Следующая бытовая особенность, это то, что здесь, когда вы кому-то приходите в гости, конечно же, вы снимаете обувь. То есть это с нами идентично, но вам никогда не предложат тапки. То есть вы будете ходить в носках. Вообще здесь люди ходят не в тапках по дому, а в носках. Хотя, хорошо ли это для стопы? Кстати, вряд ли, потому что считается, что лучше всего ходить босиком по природным материалам, то есть по траве, по земле, но не по асфальту и не по напольному покрытию, а вот внутри помещения. Там это и не рекомендуется, кстати. Следующая бытовая особенность, что норвежцы не любят шторы. То есть здесь редко можно увидеть шторы, только обычно на кухнях у пожилого поколения. А обычно, смотрите, все без штор. Бывают, конечно, жалюзи, если надо уж совсем закрыться, тем более сейчас строят современные дома, где практически нет цокольного этажа. Соответственно, вся жизнь на распашку, поэтому там, конечно же, они покупают жалюзи. А в обычной жизни штор нигде нет, потому что считается, что световой день короткий, а зимой освещать надо, а шторы только придают больше затемнения помещению. Вот они, жалюзи у людей. Следующая особенность норвежцев, это то, что они очень любят всякие кухонные гаджеты, но кухонные гаджеты с таким норвежским налетом. Например, поскольку здесь очень популярны вафли, то почти у каждого есть в доме вафельница. Но такая не для бельгийских вафель, а классическая в форме сердечек. Это, в принципе, немецкий вариант. Или, например, блинница для выпечки блинов оладьи. Такие специальные плиты. Очень часто, особенно у пенсионерок, такое есть. Плюс, например, специальная такая форма для выпечки крумкаки. Это такие вот вафельки особенные с узорами, национальными узорами. Следующая особенность, это то, что они часто покупают жилье. Например, очень старый полуразрушенный дом под снос, в надежде его отремонтировать. Молодые семьи этим грешат, поскольку у них нет еще так много денег на покупку нового дома. И затем вот денег-то у них нет, и денег на ремонт нет, и ленятся потом уже все. В результате такие дома стоят по 5-10 лет, уже полуразрушенные. То есть они начинают что-то там ремонтировать, живут в другой комнате, и там бесконечный ремонт. И видно, что, конечно же, чаще такие семьи распадают все до того, как думают, будет приведен в порядок. Но вот такая вот есть какая-то надежда и оптимизм, что они все могут сделать своими руками и за маленькие деньги. А в Норвегии так не бывает. Вот этот дом купили год назад, но мы видим, они уже что-то начали делать, по крайней мере. Но это было год назад. Дом был вообще убитый. Помню, цена у него была что-то такое, 850 тысяч норвежских крон, то есть 85 тысяч евро. Следующая бытовая особенность это то, что в Норвегии почти каждый хочет себе дачу в Норвегии. Даже если они живут, вот я говорю по своему примеру, даже если люди живут в небольших поселениях, где почти у каждого свой личный дом с огородом. То есть, в принципе, по сути, уже дача только что какой-то цивилизации. Нет, надо еще обязательно дачу, пускай даже в полчаса езды. То есть, не в каком-то месте, где полностью отличается природное, природные условия. Нет, это будет даже, например, час езды от них, но чтобы была бы дача. И желательно, чтобы не было кругом людей вообще, без цивилизации. Хотя, хотя у них стало тоже популярно строить такие вот именно общины бы, я сказала, с красивыми домами, дачи. Но смысл у них есть, если туда же приезжают те же самые соседи, да, то есть, они покупают вот именно такие вот дома, все рядом, например, знакомые, друзья. И смысл, то есть, вы, получается, из одной среды переходите просто в другую и общаетесь с теми же самыми людьми. То есть, логика непонятна, но часто потом они такие дачи продают, потому что они туда не ездят. И продолжаю вещание на тему бытовых особенностей норвежцев уже с нашего острова, уже вернулась в нашу пасмурную погоду. Итак, продолжаю дальше. Следующий пункт это то, что вопрос глажки здесь не стоит так остро, как в наших странах. То есть, здесь такого вот именно пристального внимания у тебя выглаженная, отглаженная одежда или нет? Нет. То есть, у многих молодых людей, в современных, вообще нет утюгов. То есть, я помню, даже сама когда приехала, это сколько это было лет назад, 13 лет назад, к своему бывшему супругу, у него не было утюга. То есть, он его купил только когда уже я появилась и начала там бурчать, где утюг, где утюг. То есть, это обычное дело, если приходят мужчины, даже если они семейные, например, на похороны, на свадьбы, в костюмах, которые не отглаженные. И в рубашках, которые тоже не отглаженные. Вот такие вот особенности. И, конечно, более пожилое поколение, возможно, более щепетильно к этому относится, потому что в тех же самых комиссионках одежда, которая продается, висит отглаженная. Но у молодежи этот вопрос не стоит так остро, как я сказала. Следующий пункт, это то, что норвежцы очень подвержены традициям, особенно, когда это касается питания. То есть, у них есть определенные дни недели, которые посвящены определенному типу еды. То есть, когда подается только это блюдо по всей Норвегии, во всех кафе. Традиционных, конечно же, кафе. Например, четверг в нашем регионе, я так думаю, это вся Вестланда, подается так называемая кумла. Кумля или кумла, это вариант наших картофельных клёцок с свининой, либо сосисками внутри. Это блюдо часто подается со шкварками. Вот по четвергам вы в любом кафе можете увидеть рекламу этой кумлы. То есть, все ее едят, особенно пожилое поколение, по четвергам. Пятница, это день тако. Это Tex-Mex еда, да, то есть, из Техаса с мексиканским оттенком. Тоже подаются всякие тако, тортильи. Тако, день тако. Вот. Ну и вы, конечно же, спросите, а что с сортировкой мусора? Известно, что в Западной Европе все просто повально увлечены сортировкой мусора. Это так. Везде есть контейнеры для органики, для пластика, для бумаги. А также стекло надо выбрасывать именно в отдельные баки, которые часто стоят при магазинах. Соответственно, пластиковые бутылки можно сдать в магазинах и получить за это деньги. Потому что вы все равно их покупаете, так называемый панд, когда приобретаете бутылки с какой-то жидкостью. Вот. Но я думаю, что об этом уже только ленивые не рассказываю, поэтому я здесь не застряю внимание. Во-первых. Во-вторых. И в-третьих, все, я закончила свое повествование. Надеюсь, вам было интересно. Пишите комментарии. И до скорых встреч. Всем пока-пока из дождливой ветреной Норвегии. Вот пример баков мусорных. Один для бумаги, один для органики, один для остального мусора. И видим мы также здесь камень. Это в том случае, если предполагается сильный ветер, то этим камнем укрепляют крышку, чтобы не перевернулся бак. А здесь бак не выдержал сильного ветра и перевернулся. Это обычно практика, особенно осенью, когда у нас начинается сезон штормов. Кстати, смотрите, сейчас у нас август, а тут в доме еще они оставили подсвечник со времен Рождества, то есть Адвента. Люди даже поленились убрать. Вот он мой остров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...